Добрый день. Я так понимаю, что вы все здесь работаете, да? Ну, вы и сами в курсе наверняка. Многие вам, естественно, позавидуют из тех, кто в отрасли трудится. И я вас тоже с этим поздравляю. Уже год предприятие работает, работает успешно, и темпы наращивает, и качество становится лучше и лучше. Еще новые продукты появляются. По сути, это такой серьезный очень шаг вперед в развитии отрасли металлургической. Здорово. И желаю вам успехов. Давайте начнем. Уважаемый Владимир Владимирович, мы рады приветствовать вас на нашем заводе «Этерна». Меня зовут Аминев Альфред. Я директор по производству этого завода. Свою трудовую деятельность в компании ЧТПЗ я начал в цехе «Высота-239». И очень хорошо помню, когда вы его запускали, когда впервые познакомились с нашей белой металлургией. Тогда вы его назвали «Диснейлендом». Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о новом производстве, о новом заводе «Этерна». Я сейчас только, по-моему, как раз об этом и сказал. Впечатления самые лучшие. Наши руководители рассказали, что сделано, что делается и что планируется еще сделать на перспективу. Это то, чем и должна заниматься металлургия. Мы говорим об импортозамещении очень много и в последнее время довольно часто. Не потому, что мы все хотим замещать, а потому, что это выгоднее для страны, потому, что это создает новые рабочие места, в особенности хроничное производство, потому, что это способствует поступлению налогов во все уровни налоговой системы и так далее. Ну и компетенцию повышает, потому что вы сделали этот замечательный шаг вперед. Надеюсь, не последний. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Денис Приходько, я руководитель коммерческой службы компании ЧТПЗ. И прежде чем мои коллеги начнут задавать многочисленные вопросы, я хотел бы сказать слова благодарности. Дело в том, что несколько лет назад наша компания при вашей непосредственной поддержке получила государственную гарантию, которая позволила нам продолжить свое развитие и продолжить реализацию новых инвестиционных проектов, на площадке одного из которых вы сегодня находитесь. Мы искренне надеемся, что смогли оправдать оказанное нам высокое доверие, и эта площадка служит тому подтверждением, но хотели бы отдельно сказать, что сегодня мы ведем переговоры с нашими кредиторами о досрочном погашении наших кредитных обязательств и, соответственно, досрочном возврате государственной гарантии. Поэтому от лица нашего многочисленного, многотысячного коллектива хочется сказать вам славу благодарности, огромное вам спасибо за вклад в развитие нашей компании. Я знаю о том, что… Спасибо. Знаю о том, что вы хотите вернуть и гарантию, и досрочно погасить кредит. Банковские учреждения не всегда охотно берут кредиты назад досрочно, потому что они на этом зарабатывают на процентах. Но вот как было сказано сейчас одним из ваших руководителей, вроде бы со Сбербанком договорились, поэтому… Так я понимаю, что оснований не получать деньги назад у Сбербанка нет. Что касается гарантии, то это сделаем фактически автоматом. А то, что предприятие готово вернуть гарантии, собственно говоря, даже не гарантии, а деньги в данном случае, это говорит о том, что он успешно работает. Это здорово. Дмитрий Журумский, начальник инвестиционного управления ЧТПЗ. Уважаемый Владимир Владимирович, мы знаем, что вы к нам прилетели сегодня на вертолете. Нетрудно было догадаться. Да, было слышно. А лонжероны для лопастей самых больших в мире военно-транспортных вертолетов, Ми-26, мы делаем здесь, на ЧТПЗ, буквально в соседнем цехе. Исторически сложилось так, что развитие производства лонжеронов для лопастей у нас в компании и развитие вертолетостроения в стране шло синхронно. Владимир Владимирович, можем ли мы и в дальнейшем надеяться на активное развитие данной отрасли? Спасибо. Ну, конечно. Вот я, честно говоря, не знал, что вы здесь делаете лопасти, лонжероны. Насколько это важно? Сейчас вот скажу. Смотрите, может быть, вы слышали уже, сейчас уже испытали вертолет, который показал 400 км в час с небольшим. За счет чего? Лопасти и материалы поменяли. Вот основная инновация там. Поэтому вот то, что у вас делают, это чрезвычайно важно. Что касается вертолётастроения в целом, то холдинг вертолёта России развивается успешно. За, по-моему, года 4 в два раза выручка увеличилась и чистая прибыль почти в два раза, там, по-моему, 1,8. Так что продолжает развиваться холдинг. У нас, вот вы сказали про 26-ю машину. Да-да-да, она, конечно, самая большая в мире. Мы сейчас вместе с китайскими партнёрами пытаемся, ну, не пытаемся, а делаем, но чуть поменьше, правда. Она будет, эта машина не 20, по-моему, 15 тонн. Ну, и другие новые продукты появляются. У нас вот в среднем классе и в сверхтяжёлом всегда мы были впереди. Но сейчас и небольшого тоннажа вертолёты появляются, 5 тонн, Ансад и К-226Т. Да, ну, я летал и на том, и на другом вертолёте. Мне очень нравится. Есть там, были сложности свои такие, я бы сказал, несущественные, но, тем не менее, они преодолены. Вертолёты отличные просто. И у нас большие заказы внутри страны будут, уверен, и по импорту много заказов наверняка будет. Особенно вот К-226, она очень хорошая, небольшая, компактная машина и универсальная. Это соосные винты, и этот вертолёт может успешно применяться как на море, имея в виду, что держат боковые нагрузки хорошие травы, так и в горах, тоже исходя из этих соображений. И вот мы с индийскими нашими друзьями договаривались, они как раз для армии собираются закупать, именно имея в виду использование в горах. Так что на марше, собственно говоря. Знаете, вот в прошлом году это новая машина, Ми-38, по-моему, да, там она должна, по-моему, так называется, большой вертолёт для коммерческих перевозок, может использоваться гражданская авиация. Мы зашли с представителями одной из арабских стран, когда они посмотрели, как это выглядит, и посмотрели характеристики. Это не шутка, не фигура речи. Прямо тут же мне и говорят, купим сейчас. Вот если продаётся, прямо сейчас и купим. Потому что это реальный, хороший, международного уровня продукт, которого пока у наших конкурентов нет. Но очень рассчитываю, что в ближайшее время такая техника будет появляться. Спасибо. Лопан Александр, начальник отдела региональных продаж ООЭТерна. Владимир Владимирович, мы уже на протяжении нескольких месяцев в группе компании ЧТПЗ производят отгрузку труб большого диаметра для проекта «Северный поток-2». Все мы смотрим телевизор, и с экранов телевидения, как принято сейчас говорить, наши западные партнёры всё чаще и чаще говорят о необходимости приостановить этот проект. А для нас это заказы потенциальные, ну и дальнейшая работа. Соответственно, как Вы видите судьбу этого проекта, и какие подобные инфраструктурные проекты нас могут ожидать в ближайшей новой? Вы знаете, когда создавался ещё во времена Советского Союза проект по поставкам нашего газа в Германию, он назывался, по-моему, так и назывался, газ в обмен на трубы. Немецкие компании поставляли трубы, а мы, соответственно, начали поставлять газ. Так вот, это было в начале 60-х годов, и тогда было очень много противников этого проекта. Руководство Федеративной Республики Германии тогда находилось под очень большим давлением своего основного союзника. Но, тем не менее, они приняли решение этот проект реализовать, и вот десятилетиями уже Советский Союз, а потом Россия в огромных объёмах поставляет газ в Европу. И, по сути, не было ни одного случая, чтобы мы срывали поставки. Мы помним 2008-2009 год, когда поставки были приостановлены, но не по нашей вине, а потому что транзитное государство не обеспечило транзит. Я сейчас не буду вдаваться в эти детали, но и когда строили «Северный поток-1», тоже была большая возня по этому поводу. Меня очень удивляло то обстоятельство, что и в Германии оказалось очень много противников этого проекта. Это очень странно, потому что страна отказывается от ядерной энергетики, а в общем объёме энергетического баланса – это больше 40%, по-моему, 44%, что ли. Могу ошибиться, но больше 40%. Представляете, если от этого отказаться, заместить ведь чем-то нужно. И поэтому природный газ, как наиболее экологически чистый первичный источник энергии, он, конечно, очень востребован на немецком и вообще на европейском рынке. Что нас с вами ещё должно настраивать на положительный лад по поводу этого проекта? То обстоятельство, что потребности будут расти, в том числе на европейском рынке, а собственная добыча падает. Она падает в Великобритании, и Великобритания становится на это импортером. Она падает в других европейских странах, а у нас растёт, у нас колоссальная просто мирового объёма запаса, именно мирового. Мы в состоянии обеспечить и себя, даже растущие потребности российской экономики и наших контрагентов, покупателей нашего газа. Вот сейчас, об этом мало кто знает, по-моему, об этом так публично и не говорят, «Газпорум» поставляет в Европу столько газа, сколько никогда не поставляла ни Россия, ни Советский Союз. Более 600 миллионов кубических метров в сутки. Такого объёма никогда раньше и в Советском Союзе не поставлялось. Это лучшее свидетельство того, насколько востребован этот продукт. Что касается противников этого проекта, то здесь и политические соображения имеют место. Есть такое, слышали наверняка, такая совершенно не имеющая под собой оснований идейка о том, что те, кто покупают наш газ, попадают в зависимость от России. Да, это глупый абсолютно, никчёмный аргумент. Глупый, никчёмный аргумент. Почему? Потому что это взаимозависимость. Если наш покупатель попадает в зависимость от продавца, от нас, то мы также попадаем в зависимость от покупателя, потому что трубный газ рассчитан на конкретного получателя, и мы таким образом тоже попадаем в зависимость. Поэтому у нас здесь очень простой подход. Мы считаем, что все в равной степени должны нести свою долю ответственности – и продавец, и транзитёр, и покупатель. Сейчас тоже не буду вдаваться в детали, это отдельная тема, она большая, но для нас понятная. Такие страны, которые могли бы быть транзитёрами, они, конечно, против. Почему? Потому что ветка, о которой мы с вами говорим, новая трубопроводная система, должна пройти по дну Балтийского моря в обход этих возможных транзитных стран. А они могли бы, если бы труба проходила по их территории, получать выгоды в виде транзитной платы. Но и для нас это накладно за транзит платить, и для конечного потребителя плохо, потому что в конечном итоге плата за транзит ложится на покупателя, в конечную цену ложится. И для всех выгоднее осуществить тот проект, о котором мы сейчас с вами говорим. Так что бизнес это прекрасно понимает. Несмотря на то, что возникли сложности, которые заключались в том, что Польша не дала соответствующего разрешения, но несмотря на это, все участники в проекте остались, прежде всего иностранные наши партнёры, там немецкие, австрийские фирмы, голландская фирма, французская. Все хотят работать. У меня нет больших сомнений в том, что этот проект будет реализован. Конечно, когда кто-то противодействует, всегда возникают элементы неопределённости, что плохо для бизнеса. Но нужно идти вперёд. Как видите, «Газпром», несмотря на все эти сложности, уже осуществляет заказы продукции, трубы заказывает. Так что я думаю, что те, кто заинтересован в реализации проекта, а это не только мы, это прежде всего потенциальные покупатели в Европе, они доведут это дело до конца. Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Шакиров Эльдар, я работаю ведущим инженером-технологом в Этерне. Наша продукция широко применима во всех крупных проектах трубопроводов, многие из них строятся за рубежом. Наша компания не раз участвовала в этих проектах и всегда выдерживала высокое качество продукции. Но на сегодняшний день реалии показывают, что не всегда высокое качество обеспечивает нам победу в этих проектах, так как наши зарубежные конкуренты получают серьезную финансовую и не только финансовую поддержку от своих правительств. Владимир Владимирович, когда отечественные инструменты, государственные поддержки экспорта выйдут на полную мощность? Вы знаете о том, что у нас создан, такой механизм создан, российский экспортный центр и сопутствующие организации для него. Да, действительно, к сожалению, там денег пока немного, но этот механизм запущен, этот инструмент создан. И очень рассчитываю на то, что он будет работать эффективно. Я сейчас не буду там воспроизводить все цифры. Они в целом-то хорошие цифры, позитивные. Но то, о чем вы сказали, конечно, состоит из нескольких компонентов. Это из поддержки государства, а такая поддержка вашим конкурентам оказывается, это правда. И из качества, и из цены. Ну, понятно, когда субсидируется сертификация, когда субсидируется транспорт и так далее и тому подобное, то, конечно, конкурентам вашим работать легче. Но и мы намерены поступать именно таким образом, так что будем это делать. Спасибо. Щучкин Александр, начальник службы промышленной автоматизации завода «Этерна». Владимир Владимирович, Россия выбрала путь развития экономики с упором на собственные силы и внутренний потенциал. Мы, рабочие из завода «Этерна», разумеется, такой подход полностью поддерживаем и прилагаем все возможные усилия, чтобы обеспечить высокое качество нашей продукции. Мы также очень рады видеть, что основные государственные компании, потребители нашей продукции, самостоятельно приняли решение о переходе на закупки отечественного. Но мы на месте не стоим, у нас большие планы. Это и новые рынки, и новые виды продукции, и, соответственно, новые компании-покупатели. Может быть, стоит сделать так, как в оборонке, когда при наличии на рынке аналогичной российской продукции высокого качества, закупки иностранной продукции не допускаются? Как Вы считаете? Спасибо. Во-первых, самое главное. Мы говорим про импортозамещение. Мы говорим о том, что мы должны развивать собственную экономическую базу, причем должны добиться реструктуризации нашей экономики. Придать ей инновационный характер. Это все так. Но мы никогда не думали, не считали и не должны думать, что мы должны развивать нашу экономику в отрыве от мировой экономики. Российская экономика уже сегодня является неотъемлемой частью мировой и должна развиваться именно так. Но есть сферы деятельности, где мы можем воссоздать нашу конкурентоспособность, нашу компетенцию. Вот, скажем, такой сегмент, как, ну, сейчас в голову приходит, вот, авиация. Мы можем точно, у нас есть и опыт, есть кадры хорошие. Мы можем заняться сегментом не только боевой авиации, но и гражданской. Есть много других направлений, но по-любому в целом экономика России не может развиваться в отрыве от мировой экономики. Это совершенно очевидная вещь. Но вы упомянули про оборонку, и действительно правильно, потому что вот в оборонке, так как нигде, видно, что это такая чувствительная сфера, в которой нам нужно быть независимыми. И есть вещи, которые нам никто не продаст. Или создадут проблемы в тот момент, когда нам как раз и нужна та продукция, от которой мы зависим. Поэтому у нас целый план большой, большой сверстан по работе именно в оборонной сфере. И там действительно, соответствующими решениями, решением правительства закреплено, что при госзакупках мы ориентируемся прежде всего на отечественного производителя. А по некоторым видам запрещено прямо закупать за рубежом то, что есть у нас, если есть российские аналоги. Надо сказать, что не только в оборонке, это уже касается и целого перечня и других продуктов, не только оборонного значения. Но вот, по-моему, с 1 января 2017 года должно заработать правило, согласно которому не только по госзакупкам будут вводиться такие процедуры, но и при закупках компаний с государственным участием. И это, конечно, очень сильно расширит возможности и рынок для нашего отечественного производителя. Но в любом случае мы должны стремиться к тому, чтобы гражданская часть производства российского работала в рынке, боролась с конкурентами, побеждала их. Вот так как ваше предприятие может сейчас делать и делает. И только в этом случае можно быть уверенным в том, что мы будем активно развиваться. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Антон Лоскутов, я начальник электросталеплавильного цеха «Железный озон». Здесь одни начальники. Владимир Владимирович, часто слышу в средствах массовой информации об авариях в сфере ЖКХ. Ледяная вода, кипяток попадает на улицы наших городов, доставляя массу неприятностей людям. К сожалению, были и смертельные случаи. И причины таких аварий – это трубы, бывшие в употреблении, либо восстановленные трубы, которые широко используются в сфере строительства трубопроводных систем, в том числе и ЖКХ. Как Вы считаете, стоит ли запретить на законодательном уровне применение таких труб в этих сферах? Спасибо. Вы знаете, там уже, по-моему, запрещено. Для цели ввода снабжения трубы, бывшие в употреблении, и так нельзя использовать. Могут быть вещи чисто криминального характера, кто-то жульничает и под видом новых могут ставить и БУ. Садитесь, пожалуйста. Но, конечно, лучше двигаться в этом направлении, тем более это Вам рынок обеспечит. Но вопрос ведь просто в деньгах. Вопрос в деньгах. У нас очень мало сейчас замены идет. По-моему, на водоотведение 0,5% от потребности, а водоснабжение 1%. Это просто очень мало. Вопрос в финансировании этой сферы. Но нам нужно запустить, надо создать там конкурентную среду рыночную. Если это произойдет, а я думаю, что это должно произойти, тогда и объем продукции Вашего предприятия, конечно, будет более востребованным. Благодарю. Уважаемый Владимир Владимирович, я, Асачий Владимир Яковлевич, являюсь советником по науке и технике Челябинского турпрокатного завода. Я доктор технических наук, профессор, академик Международной академии информатизации при Организации Объединенных Наций, лауреат государственной премии, лауреат премии имени Миля, которой я очень дорожу, кстати. Почетный работник высшего образования, заслуженный деятель науки и техники. Владимир Владимирович, Вам должны были подарить книгу, которую выпустили к юбилею бывшего директора завода Якова Павловича Асачева. Если не подарили, то подарят вот сейчас или в ближайшее время. Зажали пока, Владимир Владимирович. А? Зажали? Зажали, да. Ну теперь вынуждены будут. Потому что мы хотели сначала тут Вам подарить, а они решили, руководство, что там они где-то Вам подарят. Но пока не подарили. Читают сами. Да, да, да. Ну там уже подписано руководство. Там подписано руководство, так что все будет. В этой книге, вот которую уже, кстати, тут Вам и передают. Не успели сказать, уже пошло. Хорошо, как быстро действует руководство на этом заводе, видите? Да, да, да. Да, да, да. В этой книге изложена история практически завода. Как он развивался, что он сделал в прошлом много хорошего. Ведь он был крупнейшим заводом в мире. И не только крупнейшим в мире, но одним из самых лучших по технологиям, по культуре производства. И на примере наших новых цехов и то, что делает руководство сейчас, вы видите, что эти традиции соблюдаются. И это очень важно развивать и продолжать то, что сделано было нашими предками, предшественниками. Вот это торжественное собрание, посвященное юбилею, прошло на очень высоком уровне. Его проводил лично Александр Анатольевич Федоров. Были ветераны труда. Были приглашены люди с нашего города, которые как-то общались с руководством завода. Были приглашены даже студенты, юргу, которые учатся и будут работать на заводе. И все остались очень довольны. И ветераны, и молодежь. Это действительно было вот такое сочетание опытных кадров и молодых кадров, что действительно нужно осуществлять на заводе. Но кадровая политика, она всегда была важна и в государстве, и в области, и в городе, и на заводе. За последние годы мы перешли на подготовку бакалавров вместо инженеров. И вы знаете, что инженеров уже сейчас начинает не хватать на многих заводах. И поэтому мне бы хотелось пожелать вот вам и государству, чтобы больше обратили внимание на подготовку инженерных кадров. Я почему это так говорю с уверенностью? Потому что 45 лет я руковожу кафедрой обработки металлодавления. Мы подготовили более 3000 инженеров для производства, которые достигли многих вершин. Многие из них стали кандидатами наук, докторами наук. Я лично подготовил 8 докторов и 71 кандидата наук, 12 из которых работали или работают на этом заводе. Я считаю, что это как раз вот тот костяк, который создаёт инновационные новые технологии. Поэтому, пожалуйста, уделите внимание подготовке инженерных кадров на будущее. Иначе мы через 25 лет останемся на заводах без инженеров. Пожалуйста. Спасибо. Владимир Владимирович, Вы правы, безусловно. И мы уделяем уже этому внимание необходимое. Больше того, меня в последнее время особенно радует, что на эти специальности значительно увеличился приток молодых ребят-абитуриентов. Конкурс появился во многие вузы на инженерные специальности. Но вообще вот именно этому направлению, инженерному делу и подготовке, безусловно, нужно уделить больше внимания. Вы вспомнили про бакалавров, про магистров. Но, конечно, многим у нас хочется, чтобы мы вписывались в общемировую практику, в общемировой тренд подготовки специалистов. Почему? С тем, чтобы расширить возможности для выпускников наших вузов работать где угодно, в любой стране мира и у нас. И чтобы к нам приезжали и работали тоже люди, имеющие соответствующую подготовку, понятную для нас. Но мы не должны при этом забыть или утратить всё позитивное, что было создано в системе образования прошлого. А у нас такая практика положительная была. Она действительно многое дала нашей и науке, и реальному производству. Поэтому вы правы, ещё раз говорю, и будем это делать обязательно. Тем более, что инженеры в нашей стране подготовились уже больше ста лет. Это школы, это традиции, это школы в институтах, это на заводах, это везде. Это, конечно, я очень удовлетворён вашим ответом и надеюсь, что это будет всегда. В некоторых странах и престиж инженерный очень высокий. Вот в Италии, допустим, по-моему, в Италии, там прямо приставка такая есть, когда человек обращается, инженер такой. То есть это реально очень-очень важное направление работы, особенно сегодня, согласен. Когда-то всем хотелось быть юристами, я, правда, тоже юрист, не по этому, не потому, что можно. А вот в 90-е годы все хотели быть юристами и экономистами. Сейчас приходит осознание того, что, во-первых, появились престижные места работы, допустим, на таком предприятии, как у вас, и таких всё больше и больше в разных отраслях. Я имею в виду по уровню оснащённости, современном оборудовании, техникой. Это требует хорошей подготовки и рабочих, и инженерных кадров. Всё? Анна Полякова, образовательный центр группы ЧТПЗ. Уважаемый Владимир Владимирович, вы, наверное, заметили, что сегодня среди нас много младых лиц. Это как раз студенты и выпускники нашей корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии». Показатели нашего предприятия напрямую зависят от качества подготовки рабочих кадров. Именно поэтому мы реализуем дуальную модель профессионального образования совместно с государственным колледжем. За пять лет программы мы подготовили уже более 400 квалифицированных молодых специалистов. И компания берёт на себя всю практику студентов, а это 60% обучения. Здорово. Как вы смотрите на то, чтобы на законодательном уровне закрепить дуальную систему профессионального образования, для того, чтобы промышленность напрямую готовила рабочие кадры под конкретные производства? Ну, вы же это делаете, и делаете не подпольно. Вот. А почему вы это делаете не подпольно? Потому что есть закон об образовании, в нём прямо прописано, что учебные заведения могут в других структурах создавать кафедры, готовить специалистов. Собственно, вот чем вы и занимаетесь. Думаю, что это особенно в области реального производства очень перспективная и важная вещь. Просто так готовить специалистов, которые не знают, чем заняться потом, и не имеют необходимой квалификации и навыков, что самое главное, это очень затратная и малоэффективная вещь. А то, чем у вас занимается, наоборот, востребовано и очень важно. Это, конечно, нужно делать с предприятиями, так как у вас. Мы с предпринимательскими сообществами ведём такой постоянный диалог. Но если там что-то нужно будет дополнительно настроить, мы это сделаем. Спасибо. Владимир Владимирович, меня зовут Алексей Щербаков. Свою трудовую деятельность я начал на заводе ЧТПЗ при строительстве цеха «Высота-239». После чего меня пригласили на совместный проект ЧТПЗ и «Роснано» для строительства завода «Этерна». Где в данный момент это уже есть должность начальника участка отделки. Сегодня многие говорят по поводу повышения престижа рабочего персонала. Рабочих. Но если в советское время у нас снимали фильмы такие, как «Высота», «Девчата», «Весна на зеленочной улице», и каждый мальчишка мечтал попасть на завод, то в данный момент снимают в основном фильмы про полицию и бандитов. Да, то есть одно из двух. Владимир Владимирович, такой вопрос. Как Вы думаете, сможем ли мы увидеть на телеэкранах простого работника, простого парня, современного металлурга желательно? Очень бы хотелось. Понимаете, у нас эта сфера нашей жизни тоже очень комбинационализировалась, имею в виду кино, сериалы телевизионные. Все же хотят иметь рекламу на своих каналах. А чтобы иметь рекламу, нужно иметь зрителя. Количество зрителей на каналах считается. И в зависимости от того, сколько зрителей на канале, столько компания, скажем, телевизионная, получает рекламных денег. Ну, так, примитивно говорю, ну, примерно. Значит, поэтому вот и всяких там бандюгов показывает, и тех, кто их ловит. Но существует такое понятие в хорошем смысле «государственный заказ». И, разумеется, государство должно поддерживать тех, кто хочет и может снимать талантливые вещи или писать талантливые, или фильмы снимать талантливые, интересные для зрителей. С тем, чтобы показать, а кто в стране-то главный у нас. Главный человек труда всегда. Всегда. На его плечах вся судьба страны. Во всех отраслях. И, конечно, такие вещи у вас требуют. Я с вами согласен. Тогда будем надеяться на госзаказ. Да? Да. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Алексей Тарфимов. Я студент четвертого курса. Одновременно получаю профессию вальсовщика. И, если честно, времени на учебу и работу не всегда хватает, не говоря уже о личной жизни. А, ой. Владимир Владимирович, а как вам удается все успевать? Прямо все за волновались. Вы знаете, я давно заметил, и думаю, что и вы это знаете. Просто стесняетесь об этом сказать пока. Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Особенно если выстроить нужным образом свой график работы. Это так и есть, поверьте. Ну, конечно, все хорошо в меру, иначе можно погрузиться в детали какие-то и не увидеть за этим чего-то главного, чего-то важного. Но в целом это общее правило. Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Надо настраиваться просто на работу. И уверен, у вас это тоже получится. А личной жизнью вы должны заниматься обязательно. Жениться надо, детишек надо. После армии. А когда вы в армии собираетесь? Буквально весной уже. Подшифную воинскую часть. Подшифную воинскую часть. Здесь же недалеко от вас, да, где-то? Совсем недалеко. Да. Насколько я знаю, предприятие ваше принимало активное участие в организации жизни и службы в этой части. Во-первых, там по специальности ребята проходят службу, и предприятие помогло Министерству обороны создать там очень комфортные условия для военнослужащих. Мне кажется, что это очень здорово, очень полезно, интересно, очень хороший опыт. И ещё один хороший опыт, который можно тиражировать по всей стране. Вам всё самого доброго. Спасибо большое. Будем заканчивать потихонечку. Мандров Владимир Павлович, бригадир на участках основного производства ЧТПЗ. В компании работаю с 1992 года. Уважаемый Владимир Владимирович, в процессе модернизации и оптимизации производства порой бывает так, что люди моего возраста, это 50 лет и старше, бывают невостребованы. Это порой бывают достаточно работоспособные, грамотные специалисты, но им тяжело конкурировать с молодыми, обученными по новым стандартам сотрудниками. С бакалаврами. С бакалаврами. В нашей компании вопрос переподготовки кадров успешно решается на базе заводских учебных центров. В связи с чем я хотел бы вам задать вопрос. Планируется ли создание государственной программы переподготовки и трудоустройства таких, скажем, немолодых специалистов? Вы знаете, у нас ведь большое количество программ переподготовки. Я сейчас даже перечитать их всех не буду. И это ответственность самих предприятий, прежде всего, при поддержке государства. У нас, повторяю, целая выстроена модель различных переподготовок в различных отраслях. Что касается реального производства, это, как правило, частные предприятия уже сегодня. На государственных предприятиях, предприятиях с государственным участием, там свои программы есть. В социальных отраслях, там, конечно, главную скрипку играет государство, имея в виду переподготовку врачей, преподавателей и так далее. Ну а на таких, как ваше предприятие, здесь, по-моему, что говорить, здесь в целом работа же идет неплохо. Или у вас какие-то сложности возникли? Спасибо. А что спрашивать-то? Но вопрос важный, на самом деле. Вопрос действительно очень важный. В современном мире, когда темп развития в целом очень высокий, чтобы быть востребованным, нужно учиться постоянно. Ну, собственно говоря, это общее правило. Учиться нужно всю жизнь. А работая в сфере реального производства, это особенно важно, чтобы не потерять качество хорошего специалиста. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Белов Станислав, я заместитель начальника цеха по производству цеха 1239. Владимир Владимирович, у меня есть маленькая дочка, когда она переключает каналы в поисках мультфильмов по телевизору, понимаете, понимаете, она просматривает программы и задает мне вопросы. Недавно она меня спросила, папа, кто такой Путин? Владимир Владимирович, как вы бы объяснили маленькому ребенку, кто такой президент? Это человек, который работает для того, чтобы ты была счастлива. Работает и живет для этого. Скорина Ирина, ведущий инженер в службе главного инженера. Владимир Владимирович, по образованию я эколог, и несмотря на то, что родилась, выросла и получила образование в Москве, я выбрала для себя Челябинск и Челябинский трубопрокатный завод. Успешное, динамично развивающееся предприятие, на котором, как вы знаете, внедрена производственная система белой металлургии. Все чисто, красиво, экологично и безопасно. И Этерна не стала исключением. А как вы сюда попали? Я? Да. Вы, конечно. Я же с вами разговариваю. Меня очень привлекла данная компания. Я работаю в группе компании ЧТПЗ второй год, на ЧТПЗ непосредственно первой. И уехали из Москвы? Да. Молодец. Мне кажется, это очень интересное место для начала борьбы. Вы знаете, это очень показательная и очень важная вещь. У нас очень низкая, так называемая низкая мобильность трудовых ресурсов. То есть люди неохотно переезжают с насиженных мест, но тем более из Москвы. Попробуй из Москвы выйти никого-нибудь. Но то, что вы вот так поступили, вы сделали очень верно, потому что вы реализуетесь здесь как специалист. И вряд ли могли бы работать так, как работаете здесь, в Челеменске, в Москве. Там просто не производство такого нет. Это очень ценный опыт, я вам согласна. И, собственно, вопрос. Как вы считаете, как можно на государственном уровне стимулировать промышленные предприятия снижать негативное воздействие на окружающую среду? Вот у нас следующий год, мы обилие годом экологии. Именно потому, что... Не потому, что в этом году не нужно обращать на экологию или через год на нее не нужно обращать должного внимания. Но для того, чтобы привлечь всех нас государства, общества, общественные организации, правительства, региональный уровень власти привлечь к этой проблеме, к проблеме экологии, она чрезвычайно важна, от нее зависит все. Жизнь, здоровье, прежде всего, да и будущее страны. В таких промышленно развитых регионах, как Челябинск, Челябинск, вообще Урал, мы знаем, и вы это хорошо знаете, проблем, к сожалению, с экологией много. При этом все связано с выбросами в атмосферу. Предприятия, таких предприятий, как ваше, не так уж и много. Их количество увеличивается, но все-таки еще очень много у нас оборудования, которое работает уже десятилетиями. И выбросы достаточно большие. Сегодня на завтра вопроса подобного рода не решить. И проблему с насколько не решить. Нужно постепенно двигаться к замене парка. И нужно стимулировать предпринимателей, промышленность, стимулировать к тому, чтобы применялись новейшие технологии, самые лучшие технологии, доступные. Такая программа есть в России. Она начинает работать. И я очень рассчитываю на то, что она даст нужный эффект. Вот с 2017 года, по-моему, уже должна вступить. Мы ее откладывали, с сожалению, об этом говорю. Откладывали, потому что в условиях кризисных явлений была опасность того, что жесткие требования сегодня на завтра к промышленности могут просто привести к закрытию некоторых предприятий. А в условиях кризиса это особенно опасно. Но тем не менее, эта программа сейчас заработает. Там целый набор стимулов, которые будут, должны, точнее, я надеюсь, что так и будет, побуждать предприятия обращаться к этим новейшим технологиям, которые будут снижать антропогенную нагрузку на окружающую среду. Но это все равно потребует времени. И это все равно годы. Сегодня работа в этой сфере ведется с каждым предприятием в отдельности. И каждому предприятию, тот, кто доказывает, что по-другому жить не может, дается разрешение на дополнительные выбросы. Кстати говоря, в Челябинске, насколько мне известно, все предприятия, которые получили эти разрешения, они досрочно заявили о том, что снизили выбросы до нормативного, до минимального нормативного уровня. Но предприятий, конечно, очень много. И поэтому здесь нужно, пока вот эта система, о которой я сказал, побуждающая к применению новейших технологий, не даст заметного эффекта. Нужно системно менять подходы к работе с промышленностью. Что я имею в виду? Сейчас, как я уже сказал, с каждым предприятием работают в отдельности и разрешение дают на эти выбросы, в том числе дополнительные. Мне кажется, было бы более правильно, если бы региональные власти, здесь должны регулировать именно региональные власти такие вопросы, исходили бы не из потребностей конкретного предприятия, а исходили бы из ситуации в регионе в целом. И имея в виду всю совокупность проблем и того, как они решаются, уже давать или не давать разрешение конкретным предприятиям. Вот думаю, что по этому пути, по этим двум, вернее, направлениям нужно будет двигаться и побуждать предприятия применять технологии новейшие и переходить на новую систему оценки рисков. Спасибо большое. Меня зовут Любовь Драчинина. Я являюсь начальником службы охраны труда и промышленной безопасности. Владимир Владимирович, у нас есть такое правило в Этерна. Каждый день каждый работник и руководитель обязан пройти алкотестер. То есть обязательное требование. Меня хотите подвергнуть? Ну вы, наверное, один из первых. Сегодня еще не успел. Кого мы не поведем на алкотестер. Также на всей территории ЧТПЗ, не только на Этерна, запрещено курение. У нас в Этерна есть спортзал, который оснащен самым современным оборудованием. То есть таким образом наши руководители поддерживают нас здоровый дух. Поэтому интересно очень, как у вас в правительстве Российской Федерации, в администрации президента поддерживают здоровый образ жизни. Я не курю, поэтому я не вижу, чтобы со мной кто рядом курил. В правительстве один только курильщик, которого я никак не могла убедить бросить. Это Казах Дмитрий Николаевич. Тот курит, как паровоз постоянно. Но это вредная привычка. И то, что у вас стараются продвигать принципы здорового образа жизни, это очень здорово, очень хорошо. Я уверен, что те, кто регулярно ходит в зал, понимают все преимущества тех, которые получают те, кто регулярно занимается физическими нагрузками. Движение, конечно, такая избитая фраза, но движение – это жизнь, это точно так и есть. В правительстве, да и в администрации, думаю, что пока эти вопросы решаются хуже, чем на вашем предприятии. Спасибо огромное. Владимир Владимирович, добрый вечер. Меня зовут Мария Тыртова, и я в этом году… Надо бы, кстати, ввести вот эту проверку на алкотесты. Я, пожалуй, в администрации и в этом в правительстве тоже надо ввести. Хуже не будет, точно. Меня зовут Мария Тыртова, и я в этом году с отличием окончила программу будущей биометаллургии. И на данный момент я работаю инженером-технологом-стажером. Взрослые сейчас ворчат на молодежь, что она, мол, мало читает, растет безграмотной. Чего нельзя сказать о наших студентах. У нас в образовательном центре имеется большая библиотека, где можно просто подойти к полке, выбрать нужную книгу и даже взять ее домой почитать. — Владимир Владимирович, какую книгу Вы бы посоветовали к прочтению и почему? — Послушайте, взрослые, как Вы выразились, они всегда ворчат на молодежь, а не только сейчас, как Вы сказали. Это было всегда, и я думаю, что всегда будет по целому ряду причин, причем причин самых разных. Но на самом деле я в этом имел возможность убиться многократно, просто много раз. У нас очень деятельные молодые люди, настроенные на жизненный успех. Люди, которые строят свою собственную жизнь, исходя из этих соображений. И очень многие настроены весьма патриотично. Вы знаете, не хочется сейчас вот опять переходить к каким-то примерам, таким уж совсем военным. Но и там очень много таких примеров. Обычные молодые люди. Поэтому я не ворчу. А что касается книг, ну, Вы знаете, в прошлом году, по-моему, я говорил о том, чтобы... Или в позапрошлом, по-моему, где-то в послании, по-моему, говорил, что нам нужны наборы из ста книг. Специалисты такой набор подготовили. Это в основном наша классическая литература, но не только. И современные там есть, по-моему, вот эти ста книг надо взять и последовательно принять, как первый шаг к чтению. Кстати говоря, мы совсем недавно здесь, в Петербурге, может быть, Вы заметили, собирались с деятелями культуры. И Карен Шахназаров, руководитель Мосфильма, посетовал на то, что у нас всё меньше и меньше читают. И действительно так и есть. Советский Союз был в своё время самой читающей страной в мире. А сейчас количество людей, которые читают, оно значительно уменьшилось. И это такой тревожный сигнал. Ну вот, Карен Шахназарова говорил о том, что печатная книга, напечатанная на бумаге, она как бы постепенно вытесняется современными носителями, гаджетами различными, компьютерами и так далее, и так далее, и тому подобное. Но здесь, на мой взгляд, ничего страшного нет. Нужно просто вот эти современные технические средства, современный носитель наполнять нужным нам содержанием, интересным, качественным, красивым, глубоким, чего, наверное, пока ещё не хватает. Но то, что люди стремятся к знаниям, то, что они пользуются и книгой, и пользуются современными носителями для того, чтобы получить нужную информацию, это очевидный факт. Но выбор того, что вы читаете, чрезвычайно важен. Давайте начнём с этой сотни книг, а потом пообсуждаем дальше. Спасибо. Давайте ещё пару вопросов, ладно, и я уже пойду. А то уже найду вам в зал пару спортивных, поздно будет. Владимир Владимирович, меня зовут Артём Рогозинников, и я также являюсь выпускником программы «Будущее белой металлургии». И вот, Владимир Владимирович, у меня вот есть мечта. Я планирую в ближайшие пять лет построить успешную карьеру на нашем предприятии. И поэтому у меня к вам вопрос. Скажите, а какая мечта есть у вас? Я хочу успешно завершить свою карьеру. Спасибо. Всё, ещё? Последний вопрос, можно? Давайте. Завершающий. Завершающий, прошу прощения. Михельсон Михаил. Работаю бригадиром склада запчастей службы главного инженера Терна. Владимир Владимирович, я знаю, что круг ваших увлечений очень обширен и разнообразен. Вы занимаетесь спортом, дзюдо, самбо, катаетесь на лыжах, играете в хоккей. Я знаю, что вы очень любите литературу, играете на фортепиано. Играете, мы слышали. Вы большое преувеличение. Также я знаю, что вы очень любите животных и активно занимаетесь их защитой. Скажите, пожалуйста, а есть что-то, чего вы никогда не делали, но хотели бы попробовать? Или, может быть, какое-нибудь хобби, которым вы хотели бы заняться? Есть. Не скажу как. Спасибо. Вообще, я очень, в принципе, люблю путешествовать, конечно. А сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, потом из аэропорта прибираюсь в какое-то помещение, а то назад в аэропорт. Вот, вроде бы, куда-то съездил. Но мне хотелось бы, конечно, по-другому ездить, посмотреть на природу, посмотреть на какие-то исторические достопримечательности. Вот недавно был в Перу. Ну, что в Перу? Аэропорт, какое-то здание, назад, уже в Москве. Там есть что посмотреть. Перу уникальная страна, просто уникальная. Там много интересных объектов. Но это очень интересное занятие, подпознавательное и увлекательное, я бы сказал. Я и вам тоже желаю, пока такая возможность есть, как только склад на замок, и поехал куда-нибудь. Шучу, конечно. Хочу вам всем... Да? Нет, еще? Ну, давайте. Нет, это не вопрос. Владимир Владимирович, мы благодарим вас и хотим разрешения вашего сфотографироваться, сделать общую фотографию. Вы знаете, столько фотографий сейчас было сделано. Давайте сделаем еще одну. Хорошо? Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Успехов вам и личных, и производственных. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...